всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о шифлере я расскажу вам как я за ней ухаживаю что она любит только личный опыт свои шифлеры я выращиваю ну уже больше четырех лет я их покупала небольшие в одном горшке было две шифлеры но они росли у меня в одну ветку то есть они две как бы да вот росли просто в две ветки я их рассадила по разным горшочком и обрезала обрезала я их наполовину то есть наполовину они были выше меня выросли вот такими и вот что из них получилось то есть вот вот эти черенки которые я обрезала я укоренила и подсадила еще в эти горшочки то есть мне нравится когда шифлера она пустится мне не нравится когда она растет одной палкой и вот она у меня за пусть сама запустилась после обрезки то есть она выпустила побеги боковые хотя шифлера очень ленится давать именно побеги то есть шифлеру нужно обрезать или нужно формировать потому что она сама по себе боковые может конечно и будет наращивать ветки боковые но в основном она растет одним как бы стволом ну вот здесь видите вот на этом экземпляре у меня две прям боковых а это у меня уже идет подсаженный черенок который я уже принципе обрезала и вот он все равно растет одной белой веткой вот сегодня хочу тоже обрезать и укоренить у шифлера конечно очень много разновидностей она и пестролистная есть разные желтыми и белыми как бы разводами такими более белые листья очень она декоративно смотрится ее можно встретить и в офисе и в квартире и в оранжерее она очень хорошо украшает своими красивыми листьями шифлера она в общем-то не прихотливое растение для нее самое главное место расположения и полив хоть шифлера и считается тени выносливым растения но ей все-таки нужно такой рассеянный свет то есть совсем в полумраке она не будет расти она начнет скидывать листья или листья начинает желтеть и полив самое главное у шифлера это полив горшочек с грунтом шифлера у шифлера нужно между поливами просушивать прям практически до дна только потом поливать она лучше переносит засуху нежели ее перелить то есть у нее это сразу начинается загнивание корневой системы а если и прохладно еще время то это вообще быстро и конечно это все сказывается на декоративности листьев она начинает начинает их скидывать к влажности шифлера она как-то безразлично то есть она очень хорошо растет когда сухой воздух то есть в квартире вот она прекрасно себя чувствует и тем более она еще очень хорошо очищает воздух и шифлера конечно же любит когда ее подкармливают даже для цветущих растений она не против она очень любит я ее подкармливаю фертикой как и другие свои растения два раза в месяц и вот видите ей очень нравится листва у нее хорошая пушистая опыскивание можно производить когда вот видите что например пыль какая-то на листиках просто если много листик если протирать каждый листик то это не знаю сколько времени уйдет а так можно ее смыть водичкой она очень хорошо относится к этому когда листья у нее чистые шифлеру конечно любят и вредители на нее часто нападает щитовка и паутинный клещ но у меня слава богу паутинного клеща на ней не было а вот щитовка я сталкивалась сама ну я как-то ее быстро вылила очень она видимо только появилась и я ее обработала актар и все после этого ничего не стало но щитовка я тоже могу сказать она появляется когда недостаточность света и вот щитовка как раз заводится вот на таких вот растениях у меня есть и другой сорт шифлера я вам сейчас покажу она просто очень большая ну вот моя большая шифлера мне конечно очень нравится этот сорт она очень декоративно смотрит и она украсит любое оповещение своими большими листьями но ей нужно многое пространство потому что она занимает много места то есть у нее крона такая если вы следите за моими видео то вы наверное помните у меня после переезда ее просто сорвали просто у нее крона-то большая и она выпала у меня прям с горшка то есть я думала что конечно ей корневую систему так как бы вырвали ну ничего ну несколько листьев конечно отпала после переезда но вот она немножко обросла у меня чувствует на себя хорошо у нее даже вот я заметила у нее есть боли он здесь утолщается прям ну конечно я со временем то есть она видите она же растет тоже одним стволом просто я вот еще немного она подрастет я ее потом обрежу я хочу чтоб она дала боковые побеги ну и вообще как бы высоту то есть до потолка конечно это будет уже высоко я конечно вижу мои шиклеры их надо уже пересаживать то есть вот следующее видео наверно будет пересадка шиклера потому что я уже вижу как у меня корешочки уже просятся на волю ну вот они у меня в этой посуде наверное уже года два корневая система конечно очень мощная у шиклера очень хорошо разрослось вообще у меня сегодня в планах было ее конечно обрезать обрезать и поставить на укоренение ну пока решила ее не резать то есть немножко еще пусть подрастут а потом их обрежу потому что они вот шиклеру лучше обрезать такими знаете высокими сантиметров тридцать чтобы был черенок и она очень прекрасно укореняется даже просто в воде я ее укореняла в воде ничего туда не добавляла просто чистая вода я просто водичку менял что если потемнеет водичка ее нужно поменять и все и она прекрасно дает корни ну вот пришел директора раджереи маленько посниматься увидел услышал что снимает фильм и прибежал на диванчик сел я использую для шифлеры универсальные ну и добавляю немного перлита чтобы был рыхлый ну и горшочки сразу большой горшочек конечно не нужно сажать все это со временем по разрастанию корневой системы и пересадка также идет по разрастанию корневой системы каждый год ее переваривать я думаю нет смысла хотя бы раз два три года немножко подытожу да что самое главное для шифлеры для шифлеры самое главное это все-таки освещение чтобы у него была красивая зеленая листва и полив это наверное два важных фактора между поливами нужно дать просохнуть грунту практически полностью шифлера не любит когда корни ее в болоте шифлера очень декоративно и красиво смотрится и я очень рада что она есть моей оранжереи увидимся в следующем видео в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok